В эфире «Импульс Севера» в студии Юлия Шаркова. Здравствуйте! В эфире «Импульс Севера» в студии Юлия Шаркова. В эфире «Импульс Севера» в студии Юлия Шаркова. В эфире «Импульс Севера» в студии Юлия Шаркова. Важный элемент дорожной системы, но и архитектурная достопримечательность газовой столицы. Что же пришло время эту новую рингуйскую достопримечательность привести в порядок, чтобы 50-летие города Виадук встретил нарядным и обновленным? У нас почти что капитальный ремонт транспортной развязки. То есть мы в этом году должны полностью поменять дорожное полотно, в том числе выполнить устройство гидроизоляции, которое ранее не было. Выполнить работы по замене барьерного ограждения, перильного ограждения. Полностью меняем освещение, плюс устраиваем со второй стороны освещение. Подрядчик компании «Гарант» уже выполнил фрезеровку покрытия асфальтобетона. Далее запланированы небольшие локальные ремонты бетонного покрытия. После этого рабочие приступят к устройству гидроизоляции и ремонту швов. Это деформационный шов. Вода через него не должна проходить, иначе она попадет на опору и будет разрушать бетонное покрытие. Поэтому сейчас подрядчик установит компенсатор и приступит к ремонту самого шва. Кроме того, в планах полностью модернизировать водосточную систему моста. Рабочие установят дополнительные лотки и водосбросы. Заработает система гидроизоляции, которой ранее не было. Это в будущем поможет бетонному покрытию сохраниться в хорошем состоянии и прослужить долгие годы. Также работы ведутся и под мостом. Здесь уже выросли строительные леса. 26 промежуточных опор. Мы их все пескоструем, красим, восстанавливаем ремонтными составами. Также устраиваем водосточные треугольники, чтобы у нас вода не скапливалась наверху опоры. И ремонтируем локально участки, где подгнивший бетон, оголение арматуры. Длина путепровода 642,5 метра. Плюс подходы к нему – это еще почти 800 метров. Ремонтировать виадук будут в две смены. По контракту объект должен быть сдан к концу ноября. Мы будем следить за ходом работ вместе с вами в рубрике «Че по дорогам». Юлия Шаркова, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Региональные транспортные проекты обсудили губернатор Ямала и новый министр транспорта России. Дмитрий Артюхов рассказал, что в силу удаленности многих населенных пунктов для жителей Арктического региона, основным видом транспорта является авиация. И ежегодный пассажиропоток, и объем грузоперевозок растут. Так, этот год за первый квартал уже обогнал предыдущий на 4%. Растут показатели и в Ямальском морском порту Сабета. Еще один повод для гордости – успешная реализация крупных транспортных проектов через механизм государственно-частного партнерства. Именно так были построены новый терминал аэропорта в Новом Уренгое, а также Пуровский мост. А незадолго до этой встречи с министром наш губернатор рассказал у себя в телеграм-канале про ремонт и строительство автомагистралей. В этом году благодаря поддержке правительства объемы работ будут рекордными, особенно в городах, которые в 2025 году отметят 50-летие. Мы сейчас приняли решение дополнительно усилить дорожный сезон, который наступает в самое ближайшее время, надеюсь, я думаю, несколько недель. И мы уже в ряде муниципалитетов будем выходить на фактические работы, все проекты, все необходимые документы имеются. Просто ждем уже, чтобы погода нам это позволила начать. Два наших главных города, которые идут к юбилею 2025 года, это Новый Уренгое-Ноябрьск, там значительный объем работы на текущий сезон. Целехард, Губкинск, Лоботнанги. Везде будет усиленный объем дорожных работ. Дополнительное финансирование выделили уже к тому, чтобы было заранее заложено в бюджете. Это весь комплекс. Это благоустройство, это тротуары для пешеходов, где-то для велосипедистов. Это освещение комфортное современно, чтобы была высокая безопасность. Ливневые системы. Особенно сейчас большое количество жалоб, когда активно тает снег. Часто наши северные города, которые строились без ливневок, с этим не справляются. Все сразу не перестроишь, но те дороги, которые мы берем в работу, в капитальные ремонты, конечно, там закладываем эти решения, чтобы уже на десятилетия вперед они этих проблем не знали. Комплексный такой подход позволяет вводить качество и безопасность наших дорог на другой уровень. Сегодня праздник тех, без чьей работы невозможна ни одна крупная стройка. День крановщика в России. В Новом Уренгое строительная отрасль динамично развивается. В городе возводят масштабные социальные объекты и жилые дома. На одной из стройплощадок трудится Оксана Леонтьева, машинист башенного крана. Она работает на тяжелой технике второй год. До своего рабочего места добирается по лестнице длиной почти 70 метров. Это занимает 15-20 минут. В Новом Уренгое работа кипит по всем фронтам. Этим летом в городе промоют более 37 километров сетей холодного водоснабжения. Из них 23 километра – это межквартальные трубопроводы, а 14 – магистральные. Специалисты Уренгое Горводоканала такую очистку проводят ежегодно. Она нужна, чтобы поддерживать качество воды. Так, перед подачей в городской водовод, сырая вода из скважин подземного водозабора проходит двухступенчатую очистку на узле деманганации. А уже после добавления в автоматическом режиме реагентов получается чистая вода без хлора и запаха. Мы будем производить гидропневматическую промывку магистрального водовода. У нас их два на южную часть города. Один мы остановили. Собственно, подключили компрессор, который находится позади меня. И будем подавать, так сказать, смесь воздуха и воды для удаления наложений в трубопроводе. Добавлю, из-за перенаправления потоков возможно временное ухудшение качества воды. В таком случае стоит обратиться в свою управляющую компанию или в Уренгое Горводоканал. В современном мире очень многие жалобы поступают к нам из социальных сетей. У нас есть сотрудники, которые круглосуточно отслеживают подобные обращения и реагируют практически в моментальном режиме. Есть аварийные бригады, которые выезжают. И есть те службы, которые в течение дня делают все возможное для решения всех вопросов, которые связаны с холодным водоснабжением. Надеемся, что мысли о чистой воде и идеальных дорогах после ремонта согреют вас этим летом. Ну а пока ямальцы мерзнут из-за антициклона, в Тюменской области продлили особый противопожарный режим. Там горят леса. В горячих сводках отметился и тюменец, который забросал православный храм коктейлями Молотова. Его задержали и завели два уголовных дела, по которым мужчине светит до пяти лет колонии. Сам мужчина, кстати, рассказал следователям, что стал жертвой украинских телефонных мошенников и устроил поджог, чтобы вернуть потерянные деньги. Сводки преступлений и происшествий по нашему округу в рубрике «Криминал». Здравствуйте! Начну сегодня с приговора. Нового рингойца судили за пьяную езду. По уголовному делу, так как попался он не впервые. Машину и права у горе-водителя забрали. Другие подробности рассказали в прокуратуре. Местный житель, будучи подвергнутым административным наказанием за управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение права дорожного движения, вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения. При этом знал, что он в постановлении мировых судей лишен права управления транспортным средством. С учетом позиции государственного обвинителя, подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов. Также он лишен управления транспортным средством сроком на 2 года 9 месяцев. К ситуации на дорогах и пьяным водителям вернусь позже. А сейчас про особо тяжкие преступления. Все они случились тоже по пьянке. В конце мая в Надыме один собутыльник насмерть забил другого. Следователи выяснили, у неадеквата богатое уголовное прошлое за подобные дела. Так что в этот раз его ждет длительный срок. Еще один суд над убийцей состоится в Приуральском районе. Жертвой пьяного дебоша стала женщина. Причем поскандалила она с гостем, а лишил ее жизни собственный муж. По данным следствия, 25 апреля 2024 года в селе Оксарка Приуральского района обвиняемый совместно с супругой распивал спиртные напитки. Позже к ним присоединился местный житель. В ходе застолья между хозяйкой квартиры и гостем произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый разнял дерущихся и нанес женщине множественные удары кулаком по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Тут приговор уже прозвучал. Ямалец на три года отправится в колонию строгого режима за кражи. Промыслил осужденный в Тазовском районе, воровал телевизоры, а еще выпивку. Квартиры он проникал через порточки. Теперь снова местные дорожные сводки, от которых попахивает перегар. Судите сами. За выходные в Новом Уренгое инспекторы ГАИ задержали двух пьяных автомобилистов. Еще двое, которые вызвали подозрения, от проверки на трезвость отказались. В городской автоинспекции нам рассказали, сколько таких водителей они поймали в этом году. Не знаю, как вас, но лично меня эти цифры шокируют. С начала года сотрудниками госавтоинспекции задержано более 120 водителей, которые управляли автотранспортом в нетрезвом состоянии. Кроме этого, более 60 водителей отказались от процедуры освидетельствования на состояние опьянения. 17 водителей управляли в нетрезвом состоянии повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность. Всего с начала года на ямальских дорогах произошло 2235 ДТП. Погибли 17 человек, 109 получили травму. У меня на этом все. Информация о преступлениях и происшествиях ищите в социальных сетях «Импульса Севера». Следите за собой и будьте осторожны. Как управлять автомобилем? Чтобы не светиться в сводках ДТП, учитесь у девушек. В Новом Рингое прошел городской конкурс «Автоледи-2024». Проверяли все – знания ПДД, навыки скоростного маневрирования и оказания первой помощи. Заданиями справились 28 девушек в числе лучших – Анастасия Каткова, Полина Туманова и Ольга Пушкина. Именно они представят газовую столицу на окружных соревнованиях в Муравленко. Давайте посмотрим, как прошел городской этап. Какие его дела? Внимание всем, «Автоледи» за рулем. Уступи дорогу, проезд запрещен. Рев мотора «Автоледи» во всей красе, пристегнута соблюдены правила ПДТ. Маневрируешь прекрасно на своем Соренто, в восторге от тебя даже Доминик Торетто. Наш новый урингой в огнях, как и все мы. Нам некуда спешить, пешеход проходи. Переливается окрасками, а жизнь как светофоры. Не лети на красный, скоро будет твой зеленый. Come my lady, come, come my lady, лучшее на свете – это «Автоледи». Вам подмигнет, посигналит наша милетия. Сдивка запасности и взрослые дети. Мастер парковки, здесь рамки все строгие. Между прямыми пунктирными едем в общем потоке. Самая яркая и говорят только о ней. В автомобильном многоборе нет ее сильней. Я стучит в сердце, не стучит каленвал. Крутим баранку, такие вот дела. Внимание всем, «Автоледи» за рулем. Уступи дорогу, проезд запрещен. Переобула каблуки, пире. «Автоледи»! 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 К другим темам на Ямале продолжается грандиозный детский праздник длиной в целую неделю. Но вы же знаете, что без подарков праздников не бывает. Причем еще вопрос, кто радуется больше – даритель или получатель? Дарителем стал округ. Получателей – тысячи. Это ребятишки из подшефного региона. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова наш регион передал детям из Волновахи пять тысяч сладких подарков. Их доставили ко дню защиты детей, и до всех своих адресатов они дойдут в ближайшее время. В июне исполняется два года с того момента, как Ямал взял шефство над районом Донецкой области. Все это время ямальские специалисты восстанавливают там дома, больницы, школы и садики. И еще о подарках для самых маленьких. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова ямальцы, которые стали родителями в год детства, получат сертификат на фотосессию. Воспользоваться им можно будет до 31 мая 2025 года. Вручать документ стали с 1 июня этого года прямо при выписке из роддома. Но семьи, в которых произошло прибавление в первые пять месяцев 2024 года, тоже могут получить сертификат в управлении социальной защиты населения. Даже если малыш появился на свет в другом регионе. Сегодня семья Громовых получили сертификат в стенах управления. Очень приятно и неожиданно, очень ценный и нужный подарок. Как раз мы собирались сделать фотосессию, чтобы запечатлеть такой маленький и юный возраст. Большую благодарность хотим выразить нашему губернатору Дмитрию Артюхову. Подарок нужный, ценный. Для всех условия одинаковые. Это наличие регистрации, постоянной регистрации на территории Ямалоненецкого автономного округа, хотя бы у одного из родителей. И обязательные условия – это регистрация ребенка в отделе ЗАГС Ямалоненецкого автономного округа. Часть сертификатов уже выдана в нашей городской больнице. Пять сертификатов выданы. И у нас в Управлении по труду и социальной защите населения уже выдано пять сертификатов. Поэтому граждане информированы о данной мере поддержки, активно обращаются за получением сертификата на фотосессии. Благодаря новой мере поддержки счастливее стали не только новоиспеченные родители, но и фотографы, для которых малыши – лучшие модели. Главное – дети. Фотовыставка с таким названием проходит в городском дворце культуры «Октябрь». Снимки можно увидеть на экране в фойе учреждения. Там запечатлены ребята в разных локациях города. Авторы работ – местные фотографы, которым удается ловить в объективах счастливые моменты детства. Во время своей работы я часто снимаю различные массовые мероприятия, открытие новых школ, садов, благоустроенных территорий. И самые лучшие и яркие снимки – это фотографии с детьми. Потому что эмоции детей подделать невозможно. Все мы знаем, поставленные задачи нашим губернаторам – сделать Ямал лучшей территорией детства. И сделано уже очень много. Мои фотографии, кстати, тому подтверждение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Подростки за чистоту! Трудовые отряды главы города приняли участие в экологическом проекте «Безопасно.нур». Снимая ролики, они планируют рассказывать о тех проблемных местах, о которых немногим известно. В этот раз ребята собрались во дворе дома 21Б на проспекте Губкино. Состояние придомовой территории здесь, да и само жилое здание оставляют желать лучшего. Участникам трудовых отрядов провели вводный инструктаж, затем подростки приступили к съемкам. Лучшие работы можно будет посмотреть в группе «Арт-резиденция» ВКонтакте. У них есть свои гаджеты, они ходят и снимают то, что они сами считают важным. То есть мы не ограничиваем ребят в чем-либо. Если они считают, что снег грязный – это плохо, значит снег грязный – это плохо. Потому что за молодежью все-таки будущее и нужно прислушиваться к ним. Если одни подростки с пользой используют телефон, то другие – исключительно для игр. Это касается и совсем маленьких. Согласно исследованиям, каждый четвертый ребенок в России проводит в гаджетах все свободное время. В то же время педиатры советуют детям от 3 до 5 лет в день пользоваться смартфонами не больше одного часа, а ребятам старше – не более двух часов. Спасти подрастающее поколение от жизни в виртуальном мире поможет семья, любовь и доверие. Именно такой посыл вложили артисты Свердловской детской филармонии в диджей-мюзикл «Мэри Поппинс». Они выступили в октябре. Среди зрителей была и наша съемочная группа. Доброе утро, Бот. Да. Оно отлично работает. Жаль, что папа против новых изобретений в доме. Он говорит, что скоро мы забудем настоящую жизнь. Театр мизикла Свердловской детской филармонии в Новом Уренгое. Артисты на сцене октября представили зрителям сказку о всем известной няне-волшебнице. Но на новый лад. Действие спектакля «Мэри Поппинс. Диджейская сказка» происходит в будущем. Скоро у меня будет настоящий диджесси-культ и мать. Перевод. И декорации, и видео, как бы, да, такой прилет у нас «Мэри Поппинс» из космоса. Но на самом деле это было очень интересно. Спектакль украсил своей музыкой выдающийся композитор и народный артист России Максим Дунаевский. И я сегодня очень рада, что Дунаевский звучит вот в такой версии, в такой аранжировке. Потому что, ну, нельзя не знать этого композитора. Нужно обязательно понимать вообще, насколько легендарные люди вообще есть у нас в стране и какую они музыку пишут. И сегодня его музыка звучит прекрасно, даже в такой аранжировке современной. Задумка главного режиссера, диджей-мюзикла, экспериментальная и очень дорогостоящая. Прежде чем приступить к реализации, артисты Гудж дали гранта Министерства культуры Российской Федерации. Все-таки это эксперимент. И не все готовы увидеть вот такую Мари Поппинс. Но я хочу сказать, что маленький зритель, вот молодой зритель, очень хорошо принимает спектакль. Для них это их язык, это их аранжировки, это их звуки. Мне понравилось больше всего, когда там поют, там веселится, там круто. Мне спектакль показался очень интересным. И все герои мне понравились. Ребенку даже вот три годика, ей очень это интересно. Все по-современному, как бы яркое очень. Эмоции, конечно, уйму. Мюзикл собрал полный зал зрителей. В восторге остались не только дети, но и взрослые, в том числе семьи участников спецоперации. Как поддержать сегодня детей, чтобы они не грустили, не горевали? Как их отвлечь от взрослой, вот как бы, да, этой агрессивной атмосферы? Сложная задача. И, наверное, не случайно, что мы привезли эту сказку в День защиты детей. Потому что кто, если не взрослые? Кто, если не мы? Мамы, папы, бабушки и дедушки сделают счастливыми своих детей, внуков. И поэтому, конечно, самое главное, сказка о большой любви в семье. С поставленной для себя задачей отвлечь и развеселить детей, артисты филармонии отлично справились. А удалось ли донести до ребят, как важно жить в мире реальном, а не виртуальном, покажет время. Алена Ядня, Данил Жителев, Алекс Продиус, информационное агентство «Импульсевера». У меня все новости к этому часу. Для вас работали Юлия Шаркова и команда «Импульса». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова